А не через жопу, просто ради того, чтобы продавать какие-то сраные ресурсы. Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь, сегодня у нас битва замков, скоро Новый год, ставь лайк, кто ждёт Новый год, и если ты так же, как и я, не ждёшь, то тоже ставь лайк, я просто вас, ребятушки, как обычно, бачу. Не забываем подписываться, долбить по колокольчику, чтобы не пропускать ежедневные стримы, которые проходят в 9-10 вечера, обычно в 10 вечера начинается, но не суть, я сегодня записываю видео, которое уже на самом деле давно из себя пытался высрать, вот прям давно хотел записать, но наконец-то пришло то время, и пиши, что думаешь по этому поводу, хотя повода по сути нету, но ты всё равно пиши комментарии, ну, там не просто, чтобы было, знаешь, Князь Нища или Князь Топ, ну, чтобы какой-то осознанный комментарий был, вот посмотри видео полностью, напиши коммент, а если я прочитаю, то я его лайкну. Ладненько, полетели, как вы помните, я хвалил это обновление, по той причине, что я, знаете, такой старый латентный любитель Тауэр Дефенсов, и тут в мою любимую игру добавляют Тауэр Дефенсы, я такой, вот разработчики красавчики, и в целом я похвалил обнову, но не всё так просто, после двух месяцев пользования, или как этот мемас был по поводу Самсунга, ноут восьмого, что ли, у Вилсакома, или ноут девятого, ну, не суть, напомните в комментариях, короче, этот мемас, Фишечка заключается в том, что как обычно Все испогалили, как обычно идея хорошая Реализация реально очень плохая Я реально радовался Типа Tower Defense Но нет Очередной раз получается, что Многозначительное молчание Я его даже вырезать не буду Очередной раз получается Так, что разработчики Добавляют локацию не для того, чтобы нам Сделать классно, чтобы такие Опа, игроки обрадуются Игроки нам респектосик Пропишут, скажут спасибо Спасибо Друзья IGG Вот не для того добавляют у нас Разработчики эту локацию Они не для того добавляют эту локацию Чтобы вернуть сюда каких-то старых игроков Которые ушли из игры Чтобы поднять интерес у игроков Которые сейчас в игре И возможно скоро уйдут Не для того они добавляют эту локацию Ну-ка можете поставить паузу И написать Для чего Добавили локацию Линия обороны А? А? Ну чё? Написал? Написал? Написал ты или не написал? А? А я тебе скажу Для чего добавили Я для того, чтобы просто Заработать с бабулесов Им абсолютно Плевать Чё мы там Как мы там будем играть Что мы там будем делать И плевать Плевать Потому что эта локация Лишь служит поводом Для того, чтобы продавать Новую валюту Которую успешно Добавили в игру И как бы Ну серьёзно Ну айджи джи У вас как обычно Идея хорошая Реализация говно А реализация говно Потому что Я не знаю почему Потому что Походу там Ну сидят люди Не на своих местах Да понятно Все хотят разработать Но Разработать Разработать Так как раз таки Айджи не хотят Они хотят заработать денег И это вполне Абсолютно нормальное желание Я хочу заработать денег Я каждый день стримлю Записываю эти видео Многие их не смотрят Но я вот пытаюсь Заработать миллионы И потом стать президентом мира Вот мой тайный план Друзья И в следующем году Он обязательно осуществится Я буду в это верить Но у Айджи Все немножечко по другому Видите Почему я так говорю Вообще Ну не проблема Хотите пацаны Заработать Зарабатывайте Но дайте нам что-то взамен И я не как школьник Говорю Который знаете Типа Ко-ко-ко Вот на тайваньском сервере И на английском сервере Вот там плюхи хорошие А русский сервер Злые админы Снова ничего не дали Нет Нет И еще раз нет Ребята И еще раз Нет Мне абсолютно плевать Где родился Там и пригодился Я играю на русском сервере И в принципе Я счастлив Я не считаю Что он хуже Чем-то Ну чем-то он хуже Чем-то он лучше Но я не считаю Что он знаете Какой-то вот плохой И нужно обязательно Переходить на другие сервера Я все время задаю вопрос Игрокам Которые меня спрашивают Почему ты яйцо создал На русском сервере А не на немецком сервере Или английском Или на тайване Ну потому что А зачем А какой смысл Я не вижу прикола Да где-то лучше Где-то хуже Но в целом-то нормально Я лучше буду как бы Играть на сервере Где все написано На русском И так далее Не вижу смысла никакого Везде разное количество игроков Потому разное количество плюшек И разная цена на донат Фишечка У нас Заключается в другом И она заключается в том Что Если вы IGG Хотите что-то продавать Что-то зарабатывать То Дайте нам что-то взамен Не халяву Не халявные самоцветы Не халявные плюшки А сделайте так Чтобы нам было интересно Проработайте полностью Локацию А не Выпускайте ее По сути Просто тяп-ляп На такое слово Как От Е Пись Вот на это слово Выпускают локацию Нифига там не тестят Ничего не проверяют И выпустили Знаешь И так сойдет И так сойдет А все это делается Потому что Нужно продавать Новые ресурсы Которые они выпускают Вот 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 вся причина Чего там Как там Глючит локация Не глючит Интересная она Неинтересная Протестили ее Перед тем Как выпускать Не протестили Абсолютно Всем плевать Абсолютно Всем плевать Потому что Это всего лишь Лишь Прикрытие Надобности Нового ресурса Которого Можно продавать За донат И да Вы скажете Что этот ресурс Могут получить Абсолютно все Да Без проблем Но вот сейчас Эта гребаная Неинтересная Волна Закончится И я вам Кое еще покажу И расскажу А потом Вернемся снова К этой локации И я расскажу О ее Главных минусах Ну в принципе Вы если смотрите Наверное И других ютуберов Тоже это понимаете Я думаю Что многие Это уже озвучили Ну кроме тех Кто подлизывает Жопу Айджи Вот Ладно Смотрите фишку Фишечка У нас заключается В переработке В переработке Талантов Титула Точнее добавление Талантов Титула Это как бы Прикольно Это классно И появляется Реальный стимул Прокачивать силу Почему бы Почему бы Ребятушки И не да Но Вроде кажется Это наверное Полнейшей ерундой Но на самом деле Не так все Однозначно Становится Через два месяца Как хотелось бы Не так все Гладко И прикольно Я нахожусь Суммарная Герою А тут Сразу Это все Дело Приведено И как я понимаю Это дается Всем героям Да Ты это качаешь У тебя сразу Бонусы идут Всем героям И в целом Смотри Если сравнивать Эти бафы С прорывом То они уступают Прорыву По жизни И атаки Но значительно Превосходит его По всем остальным Статам Например За один миллион сил Игроки смогут Получить Четыре тысячи Атаки Тысяча крита Я округляю Тысяча крита Урона Тысяча семьсот Единиц Точности Девяносто девять Тысяч Жизни Ну Жизни Жизни Это херня Ну вот видишь Да Типа Прорыв На тридцатом Уровне Дает двадцать Пять тысяч Грубо говоря Атаки А эти титулы Четыре Четыреста десять Но если посчитать Это то есть Ну прорыв Это одному герою Дает Да Ты на тридцатый Прорыв прокачал А этот Дает сразу Всем героям Это вообще Как бы цифры другие Вот Жизнь тоже Не сравнить Сто тысяч И семьсот шестьдесят Три тысяч Это все фигня Но посмотрите Уклонение Да Дается всем героям Тут Тысяча четыреста девяносто Крит сопротивление И вот Плюс еще Всевозможные бонусы Какие-то в локациях Которые Нет в прорыве И по факту Получается Что вот эти вот Новоявленные титулы Которые сейчас Были добавлены Ребзя Они ну намного Круче Так называемого Прорыва Просто прорыв Помимо всего Еще дает силу А здесь как бы Сила Не добавляется Что на самом деле Очень странно И Всем нам хочется Прокачать Побыстрее Но прокачать Побыстрее Не получится По той причине Что Как бы Будет не хватать Этой валюты Конечно же Если ты донатер И ты хочешь Побыстрее Все эти бонусы Получить Ты вот эту вот Валюту покупаешь И в принципе В принципе Ничего Наверное Страшного Потому что Как бы Все игроки Кто фармит Эту локацию Они получают Эти Значки Таланта Титула И они рано Или поздно Прокачают А кто хочет Пораньше Тот раньше Прокачает Ну во первых Мы ничего не знаем О том Сколько тебе нужно Фармить Эту новую локацию Чтобы Ну чтобы К примеру Дойти Прокачке До уровня Твоей силы Это все фигня И Главная проблема Это заключается В том Что локация Говно Понимаете Локация Говно Как бы мне Не нравился Тавер Дефенс Но Проработка Ее Абсолютно Не кокущая Я даже Недавно Вот с Андрюхой Рылевым Созванивались Я ехал Там на другой Конец Латвии В машине Мы с ним По дискорду Балаболили Фишка заключается В том Что Во первых Непонятная хрень Непонятная хрень Андрюха Такого же мнения Вот он там Последнее видео Я видел Л1 Л2 Л3 Ну наподобие того Как в суде героев Почему нельзя было Сделать Л4 Л5 Л6 Л7 Вот к примеру На моем основном аккаунте Это просто тупой фарминг Потому что Как бы Че я там Героев не ставил бы Косячил бы Не косячил бы Я скорее всего При любом Раскладе Возьму И пройду Просто на халяву Раскидываю героев Даже Даже просто Непонятно Как они сейчас Собраны Ну вот я кидаю Там Водушевление Всем поставил Там на урон Поставил И все хорошо Единственный косяк Бывает Да что если Мне совсем лень Я могу не пройти Монстр Да Монстр возьмет И пройдет до конца Но пофиг Пофиг Потому что Это все так Через задницу Реализовано Потому что Как бы Во многих Тауэр дефенсов Окей У тебя эти простые Юниты Отнимают жизни И у тебя Босс К примеру Отнимает какое-то Большое количество Жизни Там Могли бы сделать Что 5 сердечек Отнимают Или 9 Сердечек Отнимают Чтобы у тебя Был какой-то понт Брать и проходить Этого босса Но нет Сделано через жопу Не продумано Сложности не продуманы На моем основном Аккаунте не интересно На яйце Я соответственно Пройти не могу На яйце я захожу Л1 Л2 Прохожу В Л3 Можно не заходить И Как бы Если у тебя еще Более-менее Средний аккаунт То чтобы пройти Л3 Эту волну Так называемую Ну да Ты можешь Там Вот ты знаешь У кого средний аккаунт И там Более-менее Интересно По той причине Что ты там Можешь использовать Ледяного дьявола Ты можешь Использовать По сути Эмблемы Замедления И тогда Хоть как-то Ты там Что-то по тактику Проходишь А по факту На суперслабых Аккаунтах Или на суперсильных Аккаунтах Ничего Не изменится Потому что В одном случае Ты будешь Проходить все Несмотря на то Откуда у тебя Растут руки Потому что у тебя Прокаченный аккаунт А К примеру На яйце Как бы ты там Не срался Не пытался У тебя ничего не получится Потому что у тебя Слабый аккаунт Л3 ты не пройдешь И Как бы Они сделали Эту тупорылую систему И получается Что каждый день Нового события У тебя становится Вроде как сложнее Но Понимаете Событие длится 11 дней А через 5 дней У тебя Сложность Эта вся Обрубается И у тебя снова Идет все заново То есть у тебя снова Те же самые карты Те же самые монстры И абсолютно Ничего не меняется В чем прикол В чем прикол Ну то есть Это такой пофигизм Такого масштаба Что Даже меня это удивляет Человек Который очень много лет Играет в эту игру Но почему нельзя было Сразу реализовать L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 Если вы делаете Событие 11 дней И с каждым днем Оно все сложнее И сложнее То делайте его С каждым днем Все сложнее И сложнее Вот И тогда убирайте Вообще эту фигню L1 L2 L3 Делайте там Не знаю Сложность легкая Средняя И супертяжелая Нет Вы этого не делаете То есть Систему Логику Разработчиков Вообще Здесь понять невозможно Просто полнейшая Распиздяйство Да Спасибо огромнейшее За то что Вы раздаете Бесплатно В этой локации Нового героя Да Он для большинства Бесполезен И когда я буду делать Обзор на него Я вам расскажу Почему Хотя многие скажут Нет Ты попробуй Попробуй его На Архидемоне Он супергерой Для Архидемона Да Я не спорю Что он хороший Герой Для Архидемона Вопрос Кому нахер нужен В 2020 году Это сраный Архидемон Но опять же Это видео Для Это тема Для отдельного видео Понимаешь Понимаешь И в конечном итоге Что Ребятушки Мы получаем Я как бы Сильно не бомблю Я пытаюсь Объективно На это смотреть Прагматично Я пытаюсь На это смотреть Я даже не Хиросошу Разработчиков За то Что вот они Тут пытаются Это как бы Заработать И они эту локацию Выпускают Только для того Чтобы добавить Новую валюту Которых и так В игре плюс 100 500 И большинство Из них донатные Я даже не за это Ругаю разработчиков Но божечки ты мой Если вы хотите Заработать Если вы выпускаете Под ваш заработок Новую локацию Вот То сделайте ее Сука просто Интересной Для игроков Для игроков И ее Сделайте Интересной Это же не сложно У вас дохера бабок У вас большой штат Сотрудников Ну почему Вы все время Выпускаете Все через жопу Да зарабатывайте вы Но давайте нам Что-то взамен В эту игру Играют не только Школьники Которые Дрочат постоянно На Блин Наборы За один самоцвет И ходят Короче проверяют Какие плюхи Дали на немецком сервере Какие плюхи Дали на тайваньском сервере И какие плюхи Дали на русском сервере А потом в группе В официальной Пишут О божечки Блин Халявы на русском сервере Намного меньше Нет Есть еще и нормальные игроки Которые просто Тупо Хотят нормальных Продуманных Локаций С нормальными Адекватными Наградами Да Зарабатывайте Да Продавайте Эти сука Ресурсы Придумывайте Новые ресурсы Но дайте Что-то Взамен Игрокам Которые уже Давно Или недавно Начали играть В эту игру Сделайте Сука Что-то Интересное А не Через жопу Просто ради Того Чтобы продавать Какие-то Сраные ресурсы На этом все Всем удачи И пока